Куда сегодня невозможно доехать на поезде или автобусе на связерком домчить маршрутка? Вот только будет ли безопасным этот путь – вопрос спорный. Ведь водители этой категории транспорта стали часто попадать в оперативные сводки. Переполненные салоны, превышение скоростного режима, удручающее техническое состояние – все это ведет к непоправимым последствиям на проезжей части. А потому на борьбу с маршрутками-нарушителями отправили специальные мобильные наряды. Начались проверки как городского, так и междугороднего направлений. С 27 февраля по 13 марта по всей республике проходит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров транспортными средствами, маршрутными такси в регулярном и нерегулярном сообщении. На территории Брестской области привлечено к административной ответственности 139 водителей автобусов и ответственных должностных лиц организаций, осуществляющих перевозку пассажиров. Из них один водитель управлял маршрутным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Два водителя-перевозчика управляли транспортными средствами, не имея права управления. Также зафиксировано 21 нарушение правил перевозки пассажиров. Час пик. На одной из главных улиц города Бреста дорожная госавтоинспекция останавливает маршрутки. Водители нервничают, ведь понимают, что к ним повышенное внимание. Это и проверка скоростного режима, также документов и различных неисправностей автомобиля. Незначительная на взгляд водителя оплошность может привести к серьезной аварии. А значит, даже за мелкое нарушение правил дорожного движения придется отвечать. Медика, механика проходят, транспортное средство посматривают. То есть все как-то дышать, давление. Ну, врач смотрит на человека, каждый выполняет свои функции. За пассажиров отвечаю. Ну, безопасность, сел за руль, это уже как бы средство повышенной опасности. Стараемся ПТД соблюдать, все как надо делать, чтобы все было хорошо. С утра проходим медика, механика машина смотрит и когда на линию. Все документы, все в порядке. Хорошо, перевозя своих пассажиров, говорите им, чтобы в обязательном порядке они пристегли. Конечно, конечно. При начале поездки я не начинаю поездку, пока пассажир не пристегнулся. Работа маршрутного такси и поведение водителей на дорогах – самая обсуждаемая тема последней недели. И неспроста. 20 февраля под Смолевичем и маршрутка с пассажирами столкнулась с МАЗом. В той аварии погибли 12 человек. Ремни безопасности. Напоминает в ГАИ, в случае любой нештатной ситуации на дороге, это шанс остаться живым и невредимым. С начала текущего года на территории области выявлено 5085 водителей и 589 пассажиров, которые не использовали ремни безопасности при движении в салоне транспортного средства. Чтобы не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия, водители-пассажир не должны пренебрегать установленными правилами дорожного движения. Ведь правила на то и правила, чтобы их соблюдать. Редактор субтитров А.Семкин